МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Оркин Медиа. В студии Виктория Буханцева. Здравствуйте. В начале выпуска о главных событиях. В зависимости около 700 человек состоят на учёте в наркологическом диспансере Балхашан. Я не понимал эту зависимость, что она болезненна всю жизнь. Она как бы останется в зависимости. Счастливой перчатком балхашские кикбоксёры завоевали медали на чемпионате Казахстана. Они выполнили звание кандидата в мастера спорта. Информационные сети из каких источников узнают о новостях балхашцы. Смотрю всё в сетях и в новостях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 700 человек состоят на учёте в наркологическом диспансере Балхашан. Почти 90 из них с наркотической зависимостью. С 1987 года во всём мире отмечают День борьбы со злоупотреблением, наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В честь даты наши корреспонденты подготовили материал о пациентах в Балхашской клинике. Пациент наркологического диспансера, который назвался Давидом, в заведении уже две недели и готовится к переводу в спеццентр Павлодара. На игле 42-летний мужчина около 30 лет. Началось всё с подросткового возраста, когда попал в плохую компанию. Под зависимостью был судим, приобрёл положительный ВИЧ-статус и проблемы со здоровьем. Не раз отправлялся на лечение, но после срывался. Я не понимал эту зависимость, то, что она болезненная всю жизнь, она как бы останется в зависимости. Я попал как бы в эту сеть. Вот сейчас понимание как бы есть такое, хочется трезвый образ жизни вести. Дочь у меня старшая, сейчас она беременная тоже. Скоро внуки пойдут. Я хочу быть любимым отцом, дедом, воспитывать внуков. Так бы, чтобы семья была полноценной. Сейчас лечение в Балхашской клинике проходит 16 человек. Двое от наркологической зависимости, остальные от алкогольной. Курс составляет около месяца. При необходимости пациентов направляют на реабилитацию в центре Караганды и Павлодара. С начала года терапию прошли два человека. Сейчас они в ремиссии. В нашем отделении мы оказываем первый этап медицинской помощи. То есть мы снимаем дезинтоксикацию. В народе, как говорят, зависимые с наркомании, ломку. Оказываем им психологическую помощь. Мы в этом году сняли с улучшением пять человек. То есть в нашем диспансере проходит диспансеризация. Наши пациенты состоят на учете и наблюдаются в течение всего заболевания. И если в течение пяти лет имеется стойкая ремиссия, мы снимаем с учета. Всего в наркологическом диспансере Балхаша на учете состоят около 700 человек. Почти 90 из них с наркоманией, остальные страдают алкоголизмом. 24 употребляют запрещенные вещества инъекционно. Больше 50 – сразу несколько видов наркотиков. 9 человек имеют положительный ВИЧ-статус. Виктория Буханцева, Серик Исибаев, Форкин Медиа. Балхашские кикбоксеры завоевали медали на чемпионате Казахстана среди младших юношей. Наши спортсмены отправились на соревнования в составе сборной области и смогли принести медали в копилку команды. Чемпионат Казахстана по кикбоксингу в Курдае собрал больше 400 участников с 14 областей Казахстана и городов Нур-Султана, Алматы, Шимкент. В течение четырех дней на ринге бились спортсмены 13 и 14 лет. С Карагандинской области на соревнования отправились около 30 кикбоксеров. 11 из них – воспитанники ФОКа и Дю США. Всего по итогам встреч в копилке области две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Балхашец Адиль Муратов в весе больше 70 кг провел три боя, которые завершились нокаутами и стал чемпионом. Серебро выиграла Гаухар Сайлаубек, а Батыр Джамбулов завоевал бронзу, уступив в финале шимкентскому спортсмену. Остальные ребята поехали на чемпионат Казахстана впервые, провели достойные бои, выиграли по два боя и бои за выход в полуфинал проиграли. Мурат Вадиль, Джамбула Батыр являются уже опытными спортсменами, побывали уже на нескольких соревнованиях на международных турнирах. Они выполнили звание кандидата в мастера спорта, теперь переходят в возрастную категорию 2004-2005 год будет, и на следующий год у них будет отбор на чемпионат мира. Балхашский Металлург потерпел первое поражение в первенстве Карагандинской области среди любителей. Наши футболисты сыграли саранской командой «Гефест», прошлогодними чемпионами турнира, и уступили со счетом 3-1. Игра прошла на поле соперников в городе Сарань. Счет открыли игроки «Гефеста» на 20-й минуте матча. Через 5 минут балхашцы сравняли счет, а вторым гола стал Нурсултан Доримбеков. До конца первого тайма саранцы забили еще дважды. Во второй половине игры цифры на табло остались без изменения. Встреча закончилась со счетом 3-1 в пользу «Гефеста». Это первое поражение Металлурга на первенстве Карагандинской области. Следующий матч пройдет на домашнем поле балхашцев 5 июля с футбольным центром «Шахтер». Все голы забивались в первом тайме. Во втором тайме были моменты, но подвела реализация. И получается, сами ошиблись и за это наказали нас. Сделаем выводы, будем работать дальше. Это наше первое поражение. До этого всех выигрывали. В Казахстане появился новый праздник – День работников средств массовой информации, который отметят 28 июня. Раньше он назывался Днем работников связи и информатизации, который теперь перенесли на 17 мая. На сегодняшний день получить информацию и узнать о событиях в мире можно разными способами. Откуда узнают о новостях балхашцы? С таким вопросом мы вышли на улицы города. Рубрика «Глаз народа» далее. Через телевизор и интернет, в телефоне. Смотрю в соцсетях и в новостях. Смотрю новости, новости особенно, интернет. Я обычно на телефоне, по инстаграму, потом ютуб обычно смотрю, потом по телевизору. В старке медиа, в старке медиа в инстаграме особенности. Телевизор, газеты не читаем. Из средств массовой информации, газеты, телевидение, интернет. С книг, с книг большинства читаю только. В интернете не свяжу только, новости не знаю. Из газет, из интернета и новостей. В ордене медиа были, АТТ, и потом Первый канал, и Астана, и в российский смотрю. На этом мы завершаем выпуск. Увидимся завтра в это же время. До свидания.